Где взять денег на банкротство? Цена банкротства. Почему банкротство выгодно? Цена банкротства складывается из двух составляющих. Первая – это юридические услуги, вторая – это обязательные платежи. Наша цель, цель моя и команда – как можно быстрее в отношении должника клиента возбудить процедуру банкротства. Где взять денег на банкротство? Цена банкротства. Почему банкротство выгодно? Всем привет, с вами на связи Наталья Катаряева, арбитражный управляющий. Мой опыт – это более 250 процедур в производстве. По всем моим процедурам граждане освобождены от долгов. Я решила записать это видео в связи с тем, что часто на консультациях и в комментариях, в личных сообщениях граждане пишут подобные вопросы. Где взять денег на банкротство? Сколько стоит банкротство? Почему банкротство – это выгодно? Как раз на эти вопросы я отвечу в этом видео. Досмотрите его до конца. И если вам подобные вопросы знакомы или возникали у вас в голове, или вы задавали их на консультациях, поставьте лайк. Итак, цена банкротства складывается из двух составляющих. Первая – это юридические услуги. Вторая – это обязательные платежи. Давайте начнем с обязательных платежей. Что туда входит? Первое – это вознаграждение финансово-управляющего. Законное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Эта сумма вносится в депозит арбитражного суда. Вы можете внести эту сумму при подаче документов в суд о вашем банкротстве. Или, если у вас такой возможности нет, сразу внести такую сумму в депозит. Можно попросить у арбитражного суда предоставить отсрочку внесения этой суммы до даты судебного заседания по рассмотрению заявления об основанном. Простым языком – к дате первого суда. Когда будет первый суд? Судебное заседание, дата первого суда, как раз по рассмотрению обоснованности вашего заявления, будет назначено в интервале от 15 дней до 3 месяцев с момента подачи документов в суд. Что будет с депозитом, который вы внесли? При завершении процедуры банкротства, вне зависимости, освободил вас суд от долгов или нет, по ходатайству финансового управляющего арбитражный суд эту сумму переведет на счет финансового управляющего за работу. Это его законное вознаграждение. Далее в обязательные платежи, как правило, включаются расходы на проведение процедуры. Что входит в расходы? Это публикации в Коммерсанте, в ЕФРСБ о судебном акте, о том, что в отношении вас введена процедура банкротства. Эти публикации финансовый управляющий обязан сделать в соответствии с действующим законом, а также в сумму расхода входит уведомление кредиторов всех известных и запрос сведений из госорганов. По сумме примерно расходы 15-20 тысяч рублей, когда нужна эта сумма, как правило, к дате также первого суда. Следующий обязательный платеж – это госпошлина в размере 300 рублей. Ее необходимо оплатить при подаче документов в суд. Квитанция об оплате прикладывается к заявлению о банкротстве. На этом по обязательным платежам все. Прежде чем я перейду к стоимости юридических услуг, чем я могу быть для вас полезна, хочу проинформировать. Это бесплатные консультации по банкротству по всей России, а также проведение процедур по всей России. Далее – это обучение юристов и курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юристов. Контакты в описании. Юридические услуги. Сколько они стоят? На самом деле каждый юрист и юрфирма определяют для себя стоимость юридических услуг, а также условия, на которых они работают с клиентом. К примеру, на днях обратился клиент, он заключил договор с юридической фирмой, и юридическая фирма выставила следующее условие, что документы в суд будут поданы тогда, когда скопятся, саккумулируется сумма в размере 60 тысяч рублей по месячных оплат. Это условия именно этой юрфирмы, у меня таких условий нет. Наша цель, цель моя и команда – как можно быстрее в отношении должника клиента возбудить процедуру банкротства. И также, как и я, многие юристы работают. Поэтому, если вы выбираете исполнителя, кто будет сопровождать юридически вашу процедуру банкротства, рекомендую сравнить условия в разных юридических фирмах. Они могут отличаться. Но, как правило, в каждой юридической фирме по банкротству есть рассрочка на оплату юридических услуг. Еще хочу ответить на частые вопросы. А если суд в отношении вас ведет первая реструктуризация, увеличится ли стоимость юридических услуг? Опять же, зависит от условий юриста или юрфирмы. При работе со мной стоимость юруслуг не увеличивается, и у многих юристов также. Если в рамках вашего банкротства будут организованы торги и будет происходить продажа имущества, нужно ли оплачивать дополнительные расходы? Это частый вопрос и актуально для тех должников, у кого есть активы, которые будут продаваться в рамках реализации имущества. Опять же, зависит от условий сотрудничества вами с конкретной юридической фирмой или юристом. Я работаю на следующих условиях, и я знаю, что многие юристы работают так же. За торги дополнительные расходы клиент не оплачивает. Почему? Потому что финансовый управляющий компенсирует все расходы за организацию торгов за счет продажи имущества, за счет вырученных денежных средств. Исключением может быть как раз, если у вас имущество не ликвидное или оно не было продано в рамках процедуры банкротства. Вот здесь могут быть дополнительные расходы на организацию торгов. Если информация вам полезна и нравится, как я преподношу вам контент, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Меня это мотивирует больше записывать для вас полезных видео и делиться всей кухней банкротства физлиц. Почему банкротство выгодно? Ну, во-первых, оно выгодно для тех граждан, кому в действительности нечем платить по долгам. Гражданин просто перестает платить по всем своим обязательствам ежемесячные платежи. И общий долг гражданин по закону после того, как суд освободит его от обязательств, платить не будет. Здесь простая математика. Совокупный размер задолженности минус юридические услуги и обязательные платежи равно та сумма, которую гражданин экономит, потому что этот долг он не выплачивает. Во-вторых, гражданин, как только принимает решение банкротиться, не платит больше ни по одному своему обязательству, так как должны быть признаки неплатежеспособности. То есть гражданин должен прекратить расчеты со всеми своими кредиторами. Теперь, где взять денег на банкротство? Ответ логичен и прост. Вы прекращаете платить по кредитам и иным обязательствам, у вас освобождаются деньги и за счет этих денег вы можете финансировать процедуру банкротства. Опять же, с учетом того, что вам нечем платить по обязательствам. Исходя из моей практики, у многих клиентов ежемесячные платежи по кредитам и иным обязательствам в 3-7, а то и 10 раз больше, нежели оплаты ежемесячные по юридическим услугам. Второй вариант, где взять денег на банкротство, это, исходя из моего опыта и практики, это помощь от родственников. Этот вариант, как правило, используют те граждане, у кого достаточно долго по времени идут просрочки и у кого в действительности нет денег на оплату ежемесячных платежей и на оплату юридических услуг. Важно! Есть юристы, которые рекомендуют взять новый кредит для оплаты банкротства. Мое мнение, я не рекомендую, исходя из своего опыта, это делать. Почему? Потому что есть риск, что от долгов вас суд не освободит. Посмотрите мое видео на тему «Может ли кредитор оспорить ваше банкротство?». Если вы готовы к рискам, да, они могут быть минимальными, но тем не менее они есть, тогда берите новый кредит для того, чтобы оплатить банкротство. Также важно, если вам нечем платить за банкротство, то и не нужно банкротиться. Если вы понимаете, что вы не можете финансировать процедуру банкротства, то не банкротитесь. Это актуально для тех граждан, у которых в действительности нет денег даже на оплату юридических услуг. Я не говорю про обязательные платежи. Вообще, кто-то стоит на бирже труда, нет дохода. Или доход официальный, к примеру, в размере 7 тысяч рублей. Такое тоже бывало на моей практике. Если нечем платить, то лучше и не банкротиться. На этом по теме видео все. Если вам информация была интересная, поставьте лайк. Я с вами делюсь всеми тонкостями и нюансами. Сама я арбитражная управляющая. У меня очень много процедур завершено. Как я ранее говорила, все с освобождением от долгов. И очень много процедур в производстве. И большой опыт именно при банкротстве физлиц. Поэтому я делюсь с вами всей правдой, которая есть в режиме здесь и сейчас по банкротству физлица. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok